С именем Степана Шаумяна связана, пожалуй, самая трагичная страница азербайджанской истории 20 века. В олею событий, вызванных грандиозными потрясениями эпохи развала Российской империи. Он оказался во главе политического режима, который установился в древнем азербайджанском городе Баку и восточных районах Северного Азербайджана. Будущий вершитель анти-азербайджанского террора родился 1 октября 1878 года в Тбилиси в семье купца Георгия Шаумова. Обучаясь в Тифлисском реальном училище, Степан Шаумов принимал активное участие в различных кружках армянской молодежи. В старших классах Степан изменил окончание ОВ своей фамилии на армянское ЯН. Из стен реального училища 20-летний Шаумян вышел, находясь под влиянием набирающих все большую популярность идей социализма. Спустя год, в 1899 году, он организует марксистский кружок в исконно азербайджанском селении Джалал-Аглу, которое позднее, в советский период, было названо в честь Шаумяна Степана Иваном и стало одним из городов армянской ССР. В последующие годы Шаумян примыкает к большевистскому крылу Российской социал-демократической рабочей партии РСДРП. Во время Первой русской революции он приезжает в Баку, один из центров революционного движения. По сведениям Тифлийского губернского жандармского управления, относящимся к июлю 1908 года, Шаумян входил в состав Бакинского комитета партии Дашнак Цутюн. Он оказывал представителям Дашнакской партии «Всяческое содействие в трудоустройстве на нефтепромыслы Баку». Факт возможной двойной партийной принадлежности Шаумяна во многом объясняет то, что он весной 1918 года опирался на Дашнаков и всячески содействовал формированию тактического союза большевиков с одной из наиболее радикальных националистических организаций армян. В 1911 году Шаумян высылается в Астрахань, где находится вплоть до 1914 года. Вернувшись в Баку, Шаумян возглавляет Бакинскую организацию большевиков, а через год становится членом Кавказского бюро РСДРП. Он руководит забастовкой бакинских рабочих, попадает в тюрьму, затем ссылается в Саратов. Февральская революция 1917 года возвращает Шаумяна в Баку, но еще до завершения ссылки он заочно избирается председателем Бакинского совета рабочих и солдатских депутатов. Спустя несколько дней после большевистского октябрьского переворота в Петрограде Шаумян добивается установления в Исполнительном комитете Бакинского совета большевистской гегемонии. 2 ноября 1917 года в Баку провозглашается советская власть, а в декабре Совнарком РСФСР назначает Шаумяна чрезвычайным комиссаром по делам Кавказа. В начале 1918 года в Бакинском совете устанавливается фактически властный альянс большевиков и ведущей партии армянского национализма Дашнацутю. И те, и другие стремились к утверждению своей власти на Южном Кавказе. Большевики в целях расширения социалистической революции Дашнаки для реализации территориальных амбиций великоармянского содержания. Но главным препятствием на пути как большевиков, так и Дашнаков выступало все более усиливающееся азербайджанское национальное движение, которое провозгласило в качестве своей цели создание автономии Азербайджана. 2 марта 1918 года Шаумян, выступая с докладом на заседании Бакинского совета, подверг резкой критике заседавшей в Тифлисе Закавказский сейм, в котором объединился антибольшевистский спектр региона. Главный аргумент Шаумяна заключался в том, что этот орган выражает поддержку мусуватистам, стремящимся к отделению Азербайджана от России. Шаумян заявил, что закавказская демократия должна энергично протестовать против этого отделения, ведь мусульманские националисты мечтали сделать Баку столицей Азербайджана. В конце марта 1918 года Бакинский совет под лозунгом борьбы с контрреволюционными элементами приступил к политике массового истребления азербайджанского населения, являвшегося социальной базой азербайджанских партий, прежде всего, пользовавшегося огромной популярностью мусавата. «Мы воспользовались поводом и открыли наступление по всему фронту», признавался Шаумян уже после трагических мартовских событий в Баку. У нас были уже вооруженные силы, около 6 тысяч человек. У Дашнак Цутюн имелось также около 3-4 тысяч национальных частей, которые были в нашем распоряжении. Участие последних придало отчасти гражданской войне характер национальной резней, но избежать этого не было возможности. Мы шли сознательно на это. Если бы они то есть азербайджанские политические силы взяли верх в Баку, город был бы объявлен столицей Азербайджана. Однако никакие попытки оправдания главы Бакинского совета не могли скрыть тот факт, что именно под его непосредственным руководством десятки тысяч азербайджанцев были уничтожены только из-за своей национальной принадлежности. 30-31 марта безоружные азербайджанские кварталы Баку были преданы закланию. Объединенные Дашнака большевистские войска не жалели даже детей, женщин и стариков. В ночь на 1 апреля армянские отряды ворвались в Ичири-Шехер, старый город, население которого уничтожалось с особой жестокостью. Однако, несмотря на масштабы совершенных злодеяний, Шаумян не скрывал удовлетворения. Национальный состав нашего города пугал нас. Мы боялись, что борьба примет нежелательную окраску. Нам даже пришлось прибегнуть к помощи армянского Дашнакского полка. Мы не могли допустить себе роскошь отказаться от их услуг. Национальный армянский совет самостоятельно арестовывал, обыскивал, реквизировал и так далее. Однако победа настолько велика, что мало омрачает действительность. Но на этом карательная операция Баксовета не закончилась. Газета «Азербайджан» в своем номере от 8 октября 1918 года писала. После того, как глава разбойничьей шайки, занимающийся похищением детей, Татьево Самиров, став во главе социалистической армии, вырезал до 16 тысяч беззащитной мусульманской бедноты в Баку. А ублюдок Степа Лалаев, во главе Дашнакских тоже социалистических банк, очистил ряд кварталов от представителей мусульманской интеллигенции, которых он вытаскивал из домов и расстреливал на улице. Шаумян и ему подобные вожди демократии нашли стаж этот весьма блестящим для своих командиров. И Амиров с Лалаевым были назначены для борьбы с контрреволюцией в Шамахе с отобранным Дашнакским отрядом. Вооруженные армянские отряды под руководством Степана Лала Яна, Татьево Самиряна и других бурей прошлись по городам и селам Шамахинского, Гейчайского и Орешского уездов, убив около 20 тысяч человек. Резню мусульманского населения Губинского уезда осуществили армянские военные формирования под руководством уполномоченного Шаумяном Дашнака Амазаспа. Последний открыто говорил «Я армянский герой, пришел отомстить за убитых вами и турками армян. Я вырежу весь мусульманский род от Каспийского моря до Шахтакских гор». Подтверждением преступной политики Шаумяна явилась его позиция относительно созданной Бакинским советом Следственной комиссии, призванной расследовать насилие над мусульманами Шамахинского и других уездов. Эта комиссия, возглавляемая большевиком Кожемякой, пришла к выводу о виновности Лала Яна, непосредственно осуществлявшего военную операцию по уничтожению азербайджанцев Шамаха. Лала Ян был арестован. Однако спустя считанные дни, по решению Шаумяна, комиссия Кожемяки была распущена, а сам Лала Ян отпущен на свободу. Террор против азербайджанцев был осуществлен не только в Баку и прилегающих районах, но и в Карабахе, Зангизуре, Нахчи-Ване, Лян-Киране и в других регионах Азербайджана. Шаумян поддерживал тесную связь с главарями армянских банд, совершавших насилие восточной Турции и западной части Азербайджана. В частности, с отъявленным убийцей Андранико Мазаняном, виновным в массовом истреблении азербайджанцев в Нахчи-Ване, Шааруре и Зангизуре. Всего за лето 1918 года в Шааруре и Нахчи-Ване было убито 3000, в Зангизуре 7700 человек. С родных мест было изгнано 50 тысяч жителей. Отмечая заслуги Андраника перед армянством, Шаумян в отправленной ему телеграмме писал. Народному вождю Андранику, вашу телеграмму получил. Полный текст сообщил в Москву центральному правительству. Со своей стороны приветствую в вашем лице истинного героя. В апреле 1918 года Дашнака-большевистский тандем, по сути, узаконился. 25 апреля был образован Совнарком Бакинского совета, в котором ведущие позиции заняли армяне. Сам Шаумян стал председателем Бакинского совнаркома и комиссаром по иностранным делам. Командиры армяне заняли главенствующие позиции в штабе армии Бакинского совета и в трех красноармейских бригадах, состоявших из 20 батальонов. Однако дальнейшее укрепление возглавляемого Шаумяном Дашнака-большевистского режима было предотвращено провозглашенной 28 мая 1918 года Азербайджанской Демократической Республикой. Военный союз Азербайджанской Демократической Республики с Османской империей и создание Азербайджана Турецкой Кавказской Исламской Армии, начавшей победоносное движение в направлении Баку, разрушило планы армяно-большевистских сил по окончательному захвату Баку и всего Азербайджанского приказа. 31 июля 1918 года в обстановке обострения внутрисоветской борьбы в Баку, шаумяновская клика сложила свои полномочия. После поражения Баксовета армяне связали свои надежды на сохранение Баку под своим контролем с англичанами, в расчете на покровительство которых в городе была создана Дашнака-сэро-меньшевистская диктатура Центракаспия. Однако 15 сентября 1918 года Азербайджана, турецкие войска освободили Баку, столичный город Азербайджана, и уже через день сюда из Генджи переехало правительство Азербайджанской демократической республики. Что же касается самого шаумяна, то согласно официальной советской версии глава Баксовета, вместе с другими 25 товарищами были арестованы и расстреляны то ли эсерами из-за Каспийского правительства, то ли англичанами 20 сентября 1918 года между станциями Перевал и Ахча-Куйма близ Красноводска. А спустя два года после установления советской власти в Азербайджане их трупы были захоронены в центральном сквере Баку. Однако в ходе раскопок, проведенных в январе 2009 года в столице Азербайджана при реконструкции парка под мемориалом в честь 26 бакинских комиссаров, были обнаружены останки 23 человек вместо предполагаемых 26. Предварительное исследование, сопровожденное судебно-медицинской экспертизой, показало, что отсутствуют останки тел Степана Шаумяна, Татьевоса Амиряна и Арсена Авакяна. В этой связи следует отметить, что видный азербайджанский историк Зия Буниятов еще в конце 80-х годов прошлого века выдвинул доводы в пользу того, что Шаумян в действительности не был расстрелян в песках Туркменистана и следы его ведут в Индию, которая в тот период находилась под владычеством Англии. Им был впервые обнародован документ, датируемый мартом 1919 года, спустя полгода после расстрела близ Ахча Куймы, в котором говорится о том, что Тифлийской радиостанцией перехвачено сообщение из контролируемой большевиками Астрахани на имя некоего Соколова. Это сообщение касается обмена военнопленными. В частности, обмена Шаумяна на находящихся в плену у большевиков-членов союзной миссии, то есть представителей победившей в Первой мировой войне Антанты. Вопрос запутывает и архивный документ, в котором представлен список лиц, содержавшихся в Красноводском арестном доме с 20 сентября по 1 октября 1918 года, то есть уже после расстрела комиссаров. В числе этих лиц, которым был выдан продовольственный паек, упоминается и Степан Шаумян. Однако, вне зависимости от ответов на вытекающие из этих документов вопросы, преступная сущность Бакинского совета и его главаря Степана Шаумяна не вызывает никаких сомнений. Выступая под знаменем большевистского движения, Шаумян в ключевой момент своей политической биографии фактически выступил выразителем интересов армянского национализма, стратегической целью которого было создание армянского государства на значительной части территории Турции и Азербайджана. Итогом политики Шаумяна и возглавляемой им злополучной коммуны стала гибель десятков тысяч мирных азербайджанцев.